Доброе утро всем! Очень прошу прощения у вас за то, что вчера не было влога. У меня был вообще абсолютно рассеянный день. Я вчера никуда и ничего не успевала. Я так и не поняла, чем я занималась весь день. Вроде бы и читала с детьми, и занимались, делали уроки очень много, и своими делами какими-то занималась, и помонтировала чуток. Но в целом я ничего не успела. Вот, поэтому сейчас, пожалуйста, посмотрите, чем мы занимались вчера вечером, потому что там маленький кусочек мне удалось заснять. Ну а я пока тем временем сварю тыквенный суп деткам, и буду дальше снимать вам сегодняшний день. Всем привет! Начинаем сегодняшний влог в обед, потому что с утра мы с Евушкой гуляли быстрым шагом, снимать при этом было нереально. Покажу вам новиночки, Ева тут выкрасила. Дочь, откуда новые? Вот, с оранжевого и вниз. Вот такие вот вам под лампы, сейчас их покажу прям. Такие вот у нас новиночки. Вот, я обещала, и обязательно сделаю вам ссылочки. Евушку попрошу, у нее не было времени мне сделать, но она обязательно поделится ссылками, потому что эти лаки ей понравились. Вот, я сейчас что-нибудь выберу, буду ремонтировать. Будем с Евой ремонтировать. Вот эти три, это OPI. А, вот эти три, да? Еще там белый, но белый я не стала выкрашивать. Мы приступили, начали с моего сломанного пальчика. Ну, конечно, Евушка поменяет мне весь маникюр, потому что, если бы он не сломался, я бы еще походила. Но сейчас уже столько пришло новинок, что мы не усидим. Хочется все попробовать. Пока мы делали маникюр, Евушке опять пришли какие-то посылки. Что такое красивое? Должна быть кошачий глаз. Такая красивая упаковка, слушаю. Блин, они меня не то прислали. А что это? Это гель такой, а он должна была быть. Кошачий глаз, который с магнитом. А что за гель? Типа витраж что-то. У меня еще обычный гель. В смысле, он даже без цвета, да? Поверх наносится. Нет, он розовый цвет. Там, он поверх наносит. Блин, надо написать. Ну, ладно. Зато пришло. Зато пришло. Сейчас, подожди, не открывай. Это Евина. Вот, у него еще пришли базы. Они классные какие. Проверьте код на сайте. Евы опять какая-то лотерейка. Что ты свой новый маникюр? Возьми вон что-нибудь. Ну, давай, консистен. Мама, мама. Мама. Классная. Мама. Классная, да? Мама. Мама. Макарушка, дай. Макарушка, дай, пожалуйста. Ох, сейчас наши зрители посмотрят и скажут, какой макар невоспитанный мальчик. Сейчас уронишь же, а. За меня. Он пошел на диван, гляньте, над диваном, чтобы не уронить. Ну, покажи Еве. Они-то скурли. Че? Стран вот. Ух ты. Да. Пузырек классный. А их же раньше не было, да, на Алиэкспрессу? Да, я только нашла. Классные. Так быстро их откручиваешь, обалдеть. Затестить. А еще что? Поликель. Это поликель? Да. Два разных цветов. Нет, положи. Белена? Не надо. Спасибо. Продолжаем. А может, это не за место кошки? Может, что-нибудь перепутала? Может, что-нибудь придет кошка? Мы были в одном магазине. Они совсем заработались. Вот такую красоту делали мне. Сейчас в масле готовлю кушать. Вот. И поэтому у нас вообще дети уже давным-давно поели. Николь их покормила. А у нас с Евой на ужин будет вот такой салатик. Это я делала на обед. Баклажаны и перец. Ну, как обычно, я делаю грибы, фасоль зеленая. Немного брынзы. Моцареллы, точнее. Свежий лук я им посыплю рыбку сейчас. И вот так я делала рыбку, если мне надо по-быстрому, если мне неохота включать духовочку. Вот. Это рыбка с кожей. Кожу я не снимаю. Это просто ложу на донышко. Быстренько обжариваю вначале на лицевой стороне, вот мяско, до легкой-легкой корочки. Ну, чтобы не было таких прям сухариков, а слегка цвет придать. Потом переворачиваю ее, ложу ее на корочку, обкладываю помидорками и закрываю крышечкой. И вот на самом практически медленном огне я ее томлю примерно минут 7-10. И все, сейчас она у меня приготовится. Я уже ее в тарелочке посыплю лучком свежим. И вот так мы будем с Евушкой ужинать. Вот. Потому что время уже 9 часов практически, без 15. Уже что-то такое более существенное не хочется. А оставить ее совсем без ужина и себя я не могу. Так что вот так вот. Мы с утра уже в Волмарте. У нас закончился корм. Корм для кошки. Наша майка уже такая огромная просто. Мы сразу же побежали ей покупать корм, потому что она не терпит вообще. Последний высыпали и побежали за следующим, потому что ребенок наш постоянно голодный. И своих детей кормить надо. Просто уже такой дирижабль. Огромный. Она намного больше, чем прогресса. Прошлый раз. Попалась. Скрипучая. Давненько мы в этом Волмарте не были, да? Цикавки продаются. Я хотела тебе рассказать. Вот берут вот такую цикву, да? Ага. И вырезают в ней вот такой вот, типа глаз. Ага. И все внутри выколупливают. А внутри, кстати, вот такую белую. И на ней рисуют... А, типа как зрачок, да? Так, давай возьмем голубику. Корм. Это я то, что знаю. Голубика одна весной? Нет, вот много ее. Ну, что-то она такая переспелая на вид. Что, возьмем? Да, вот такую вот одну. Бери. Это такая крупная прямо вообще. Смотрите, когда позеленее, выбери, дочь. Выбрала? Нет, это переспевшая уже. Вот-вот, вот такая вот она. Нет, вот это хорошее, да. Так, идем теперь закормим. Бекки. Да? Ой, Бекки, говорю, майки. Господи, они у меня уже все... Я как вас путаю, так и их теперь стала путать. Вообще, корау. Так, это нам самый конец, да? Тащиться. Что-то сегодня понедельник, а такое ощущение... А, сегодня воскресенье, да? Сегодня. А, точно. Поэтому народу столько. Что-то я вперед на один день живу. Что такое? Что за такое? Все тиктокеры сразу видны девушкам. Ага, не говори. Так, вот сюда. Да. Мама, сюда. Видели собак? Да. Так, не по адресу. Sorry. Так, она у нас ест один корм постоянно. Надеюсь, он здесь будет. Причем, Майке нравится корм этой марки, а Бекки ни в какую его не ест. Ого, она не ест, мама. Она ест сухое, а вот который мы брали в консервах, она его не ест. Она ест Майкин корм? Она, Майкин такой. Вот такой, ямс. Майкин она ест. А, не сего. Вот такой вот мы берем у нее корм. У нее очень хорошо подошел. Она его прям обожает. Все. А может быть, ей в этот раз рыбку взять? Ну, не знаю, она рыбу как-то не ест. Я ей как-то задавала рыбу, она ей даже не съест. А то мы ее все курицу кормим, а? Ну, при чем тут такая рыба? Ну, ладно. Надо маленькую взять, попробовать, да, потом? Так, я хотела, да, йогурты этим домом взять, чудиком. И мне надо сливки на супчик. Сливки на супчик. Это что такое, дочь? Какие-то пироженки непонятные. А? Вот, да, вот эти вот нам надо. Сколько они упаковка стоит? 5 долларов, а тут сколько? 8 штук, да? Ну, берем? Да. Вот эти классные, нам очень понравились эти йогурты детям. Вот коробочка такая стоит 5 долларов. 8 штук. А? 10 долларов, доллар сегодня стоит. А что это сегодня такое? А что, может быть, здесь что-то со сроком не так? Не знаю, рассмотрим. До ноября 7-го. Ну, нормально. Наши выпьют тысячу раз, конечно. Я бы даже, наверное, две может взять. Или одной хватит? Да, две. Но мне будет хорошо. Они обожают. Вот сегодня доллар. 12 штук. Так. Йогурты мы взяли. Теперь мне надо сливочки взять. С 11-го по 15-го октября в Walmart будут большие скидки. Слышали? А то девушка отъехала, не слышно было. На Амазоне. Да, на Амазоне Мишелька ждёт свой подарок заказать. Так, давай ещё, может, яичек возьмём у нас там. Есть ещё? А, сейчас, дочь, подожди. Смотрите, это что у нас? А, это омлет. А, это омлет. Я только на вид посмотрела, думала, это сырники. А это бекон и чиз-яичница с беконом и сыром. Прикольно. А на вид очень похоже на сырники. Ева, я сейчас буду делать... Сметана у нас есть, да? Да. Мы с Лерой взяли вроде в Костка. Этот. Нужно сливки. И я буду сейчас делать тыквенный суп. Детям можно взять эти. Мне вообще не такие для взбивания. Мне 10-ти процентные надо. Мне кажется, мне пойдут вот эти. Half and half тебе? Да, half and half просто. Вот, бери их. Land Lakes, наверное, возьмём давай. Так, и, короче, сухари, наверное, надо взять. А у нас есть сухари. Есть? Надо другие. Нет, мне всё равно. Люд, бабули. Это у нас от Цезаря, да? Которая? Да, но к ней там есть. Попадают сухари. А давай посмотрим, какие здесь есть, честно сказать. Может быть, возьмём другие. Те мне маркетчат не очень. Там какая-то штучка попадается такая на зубах в этих сухарях, что она неприятная. Да, вот, а не пропусти. Ну? А где тут сухари могут быть? Где крекеры, да, наверное? Да, не знаю. Ну что, где хлеб мы там сейчас проходили, там вроде не было сухари. Может, в испанской не было? А? Может, в испанской не было? Не поняла? В испанской может быть люди. Вот, а вот, в ресницах не бывает. Так, масса у нас ещё есть. Так, вот здесь, наверное, салат-дрессинг. А вот они все с краю, доченька. Вот-вот-вот-вот крутоны. У нас такие? Так. Мы закупились, едем домой. Ой, тут надо платить вернайку. По-моему, 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 по-моему. Вот, подзарядилась. Вот. В общем, взяли вот эти питьевые йогурты. На них была скидка, доллар за упаковку. Ты любишь? Нет. Не любишь? Да. Чёрт перевел, что ли? Я любу. А вот это любу, да? Да. О, и от Бергемар! Да. Вот это Чабани Флип. Это вкусный очень йогурт. Мы их недавно для себя открыли. Вот такие. Вот взяли наборчик, коробку, 8 штук. Здесь? Макар, осторожно. так детям взяли хлопья да так дальше значит это у меня селандра голубику взяли нам вот этой пачечки на завтра от горла помогает дома как сказал ему помогает от горла мне надо от горло ну кей ой все понятно давай открывай это взяли крутон и шахарики для папа большой покупал но папа приедет тебя купит большой да вот такой большой покупал за майкин корм любимый мишечка открывай скорее это она уже не может терпеть я же сказала она уже терпеть не может только услышала мальчика слезь пожалуйста девочка мы так сливки тоже на супчик макар макар они грязные не бери в рот что ну вот в принципе все наши покупочки ты тоже это вытащишь селандра сегодня было неважно это качка севши севши подвявшая и я одну взяла только ну вот все что мы купили до 30 долларов на это в общем сейчас будем готовить супчик до макар суп будешь есть вот так вот всегда я тебе хочу сказать если ты не поешь суп то ничего из этого ты тоже есть не будешь понял вот так вот такие дела завтрак почти готов тыква сварилась я отлила бульончик в чашку немного и у меня уже почти готова зажарочка вот дети вряд ли будут есть супчик но даже если будут принципе он не получится сильно острый я для пик пикантности добавила перчинку сюда в зажарку вот но измельчать ее не буду она так даст только аромат вот здесь у нас лук морковь чеснок сельдерей и вот перчик немножко просто обжаривается здесь чистая тыква сейчас я ее забью блендером добавлю сливок и добавлю сюда еще овощи еще раз пробью все это и посмотрим что у нас получилось вот я взбила в пюре наш супчик сейчас добавляем капельку оливкового масла и сливки десятипроцентные примерно вот так вот сейчас мы солим перчим и дальше до консистенции доведем бульоном горячим но еще и забыла про сыр вот такой вот копченый колбасный сыр мы его высыпаем и ждем чтобы он сейчас расплавился вот вместе сейчас будет просто невероятный вкусный день и так наш супчик готов последнее приготовление евро складывать сухарики вот это три значит это николь мишель макар а это наш с евой сказала да потому что у нас никто не ест кинзу а нет ни куське еще кинзу вот обманулась а николь не ест креветок у нас и у нас креветки кинза и внизу там тоже сухари вот вы не представляете насколько это вкусно прям под мои ноготочки сегодня так подходит это просто нереальный суп всем рекомендую попробовать но рецепт я напишу наверное в комментариях потому что вот подробнее более показала как смогла меня сегодня отвлекали все утро поэтому извиняюсь мы сегодня привезли товарища на прививку уже подъехали сейчас пойдем да бэки пойдем на прививку пойдем ты не боишься если б я знала куда мне вообще привезут а бэки какой грустную мамочка попросила тебя привезти уколоть вот мы привезли она сегодня работе сама не может она там собаку видал левого тебе его на руки придется брать она не пойдет опять господи их отклеиваю отклеиваю мне штук пять макар меня облепил стикерами все столько народу все с собаками давай чем нет тебе телефон шай хотят нету смотри на передержку пусто слава богу значит все нашли своих родителей смотрите какая очередь мы не одни сегодня мы сегодня не одни и давать до зачем следующее бэки дрожит прям по-настоящему на плечо у Евы вокруг одни страшные длые собаки окрошен бэки уши выцвели так прям блонди стала настоящая добро вот 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 украшен вот вот И у тебя есть датчик, когда она получила ее? Если нет, то в порядке. Нет, она только 2 месяца. Хорошо. Она в шоке, она вся туда смотрит, что там происходит. Нам дали вот такую вот меточку с номером, вот бирочка. Там написано, какая прививка, в какой день. Она металлическая. Вот. Смотри, лиху с лавой, чтобы трава эта не накрывала. Кто-кто? Вот. Водоросли, чтобы они кушали, чтобы она не улыбалась. Ага, прикольно. А за нами еще собачка пришла. Баки ее боится. Да-да, Баки ее боится. Баки в шоке. Красотка. Какие они смелые с вами. Спасибо. 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 Вот и все. Ну, слушай, они прям классное сделали. Она даже не пикнула. Да? Молодец. 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 Так, что, все на кассу идем? Да. Крути. А, вот строится клиника. Все, пока все делают прямо в магазине. Ну, ничего. Очень удобно, да? Угу. Все так организовано, нормально. Приехали в Whole Foods. Сейчас пойдем искать свои витаминки. Плюс не надо посмотреть, есть ли здесь куриная печень. Если нет, то это капец. Мне придется делать котлету по-киевски. Мишель меня убьет. Сейчас я маску одену. Так, у нас большой список из препаратов. Нам надо 11 штук, ой, 19 штук. Вы не пугайтесь. Все по назначению, по показаниям. За нами не повторять. Просто смотрите на ассортимент аптеки. Потому что... Так, ты нашла корзинку? Я здесь буду. А? Я здесь буду, Ев. Так, здесь мультивитамины. Нам здесь ничего не надо. Принатал тем более. Так, сейчас будем искать. Вернулись с магазина. Так, ничего и не купив. Ева тоже разочарована. Посылочки нет. Так что, короче говоря, будем сегодня заказывать в iHerb весь списочек. Потому что самые лучшие цены только там. На витамины. Потому что то, что я нашла, это всего 3 позиции из 19. Плюс они просто мега дорогие. Так что, будем заказывать в iHerb. Так, мне нужно приготовить масло для котлет по-киевски. Я немного растопила масло. Ну, в смысле не растопила, а на улице мы его согрели. Сейчас добавляем туда укропа и чесночка немножко. И вилочкой все это дело размешаем. Никусь, можешь мне найти большой зиплок-пакет? Так, все, масло готово. Сейчас уберем лишний оставшийся укроп. И покажу вам, что я делаю с маслом дальше. Так, теперь нам понадобится пакет. Либо в пленке кусок большой. Ник, запусти быки, а! Так, застегиваем. Я его, значит, вот так разминаю. Пакетики. И потом берем вот так. Подгоняем его в край пакета. Чтобы у нас получилась такая колбаса. Правильно сказать, колбаса. Мы ее потом порезали на кусочки, и нам было удобно начинять наши котлетки. Так, сейчас чуть-чуть спустим воздух, если нет. Вот такая получилась колбаска. Убираем ее в холодильник, в морозильник. И сейчас займемся непосредственно курицей. Грудку девчонки мне подварили немного, когда ее размораживали. Проследили. Поэтому мне приходится срезать вот это все обваренное. Я уже хотела была отказаться от этой затеи. Делать котлету по-киевски и сделать им какой-нибудь подлив. Но Мишель прям слезно меня умоляла. Мама, ну пожалуйста, хоть какие-нибудь сделать только по-киевски. Я ей сказала, что они не получатся ровными, красивыми. Но, в общем, ей было все равно. И плюс, почему вот этот раз? Ну, видимо, потому что быстро нужно было разморозить. Оно неравномерно разморозилось. И серединки были еще промерзшие, а края уже хорошо отошли. Но, тем не менее, как отбилось, так отбилось. Вот я готовлю пленочку. Одну сторону на доску застилаю. Она по пленке можно было оставить на доске. Но, как мне кажется, по пленочке она лучше скользит. И, как бы, курица так растягивается лучше по пленке, если это делать. А вторым слоем я сейчас укрою наш кусочек курицы. И сверху по пакетику будем отбивать. Но это не особая хитрость, все это знают. Просто показываю, как делаю я. Я не претендую на мастер-класс. Просто снимаю все о своей жизни. Вот я рассказываю вам, как я готовлю ужин. Так, укладываем курочку. Что-то мне она не понравилась. Взяла другую. Потому что серединка была еще заморожена. Я думаю, пусть еще полежит. Вот, берем обязательно с таким неострым край, тупой молоточкой. И не прям пробиваем со всей силы, а как-то, как бы, растягивая от центра к низу. Размазываем, что ли, курицу. Вот так вот. Если она свежая, она прекрасно растягивается, ее даже не надо бить. Вот сейчас я прилагаю усилия чересчур, потому что она все-таки такая, получилась еще твердая. А если бы она у меня была свежая, то есть просто из холодильника охлажденная, она бы шикарно растянулась без всяких проблем. Ну ничего, мы, в принципе, со своей задачей справились. Главное нам это не порвать кожицу, не порвать это мясо, чтобы не было дырочек, чтобы у нас не вытекло все масло. Но, хочу вам сказать, даже если какая-то дырочка образовалась, ничего страшного, мы все это перекроем. Я вам покажу, как. Так что утечка будет минимальной в любом случае. Вот такое вот получилось у нас мяско. Как видите, края неровные потрепались, потому что именно были подваренные. И мясо рыхлое тоже из-за того, что оно такое замороженное. Сейчас отобьем второй кусочек. Не столько отбиваем, сколько растягиваем в стороны мяса наше. Вот. Если на кусочки у вас есть пленочка такая тоненькая, кладете пленочкой вниз это мяско и сверху отбиваете. Эта пленочка в будущем хорошенько защитит вашу котлету от протекания маслом. Старайтесь ее не повредить. Поэтому прямо по пленочке бить не стоит, переворачивайте на другую сторону. В общем, так я отбивала каждый кусочек. Они получаются все разной формы, разного размера. Но как бы это уже от меня не зависело. Вот. Мы быстренько сейчас со всем справились. А которые были маленькие кусочки, вот как раз таки я их сейчас взяла, это кусочки, они у меня будут как бы оболочка для масла внутренняя. Они будут находиться потом внутри котлеты. То есть масло само я буду заворачивать вот в эти маленькие кусочки непосредственно. Их мы точно так же вытягиваем, отбиваем. Ну и тоже, если уже особо не получилось аккуратно, если порвались, но не беда. Ничего страшного, мы это исправим потом уже панировкой. То есть посильнее, покачественнее залепим. Вот я сейчас отобью все маленькие кусочки. Полностью. Вот видите, он немного подмороженный, мне сложно его вытягивать. Вот. Продолжаем с большим филе. Проводить те же самые процедуры. Готово. Так, здесь я уже достала масло. Показываю вам, как оно получилось. Сейчас я его достану из пакета. Получается довольно-таки аккуратная колбаска. Очень ароматная. Она нереально вкусно пахнет. Чеснок, укроп и масло. Просто отличное сочетание. Вот. Я намечаю его и режу на столько частей, сколько у меня будет котлет. Вот. Это легко разделить, когда ты делишь сначала пополам и потом еще каждый кусочек пополам или насколько тебе надо частей. Тогда получаются довольно ровные кусочки и никаких проблем и сложностей. Так, вот мы берем те самые маленькие кусочки, про которые я вам говорила, отбитые. Немного сжимаем масло в руке, чтобы оно такую продолговатую форму приняло. И укладываем его в филе со всех сторон, заворачивая масло вот в этот кусочек мяса. Вот. Если все правильно сделали, хорошо его отбили, то оно прекрасно обволакивает масло и хорошо, в принципе, пристает к нему. Даже не разворачивается. Вот так вот я завернула их. Такой вот получился кусочек. Руками можно это все примять. Масло приняет форму, как вы его сожмете с котлеткой. Вот. Ну и все. Осталось нам начинить самые котлеты. Да, у меня в этот раз не очень удачные, конечно, получились котлеты, потому что много порванных. Но ничего страшного. Мы все сейчас посолим. Прям каждый кусочек поверх. Слегка посыпайте солью. Желательно мелкой, чтобы она быстренько растворилась. Вот. Я на ощупь проверяю, размазываю равномерно соли, соответственно, еще и проверяю, сколько соли на какой котлетке. У меня такие тактильные ощущения. То же самое делаю с лимонным перцем. Так. И эта приправка мне очень нравится, я его использую как к рыбе, так и к курице. Вот. Закончили и начинаем заворачивать наши котлетки. Вот так плотно натягиваем, закрывая со всех сторон наше масло. Сворачиваем в плотный тугой рулетик нашу котлетку. Вот. И хорошенечко приминаем руками со всех сторон, чтобы она восприняла такую овальную форму котлетки и заодно прижалась вся курочка, наружняк внутренний. Так. Убрала я первую котлетку и взялась за вторую. Так. Берем аккуратненько, чтобы не было никаких проплешин. Стараемся все подвернуть и опять-таки хорошенько приминаем ручками. Она прям принимает форму, какую вы ей зададите. Очень хорошо. Вот. И так поступаем с каждой котлеткой. Отправляем масло и плотненько-плотненько заворачиваем ее. Так. Вот таким вот образом. Получаются вот такие вот красавцы. Панируем сначала в муке. Хорошенько присыпаете все. Прижимаете ее хорошенечко, чтобы она у вас не раскрутилась. Затем ложим ее в яйцо. Двумя вилочками переворачиваем. Ну, я так делаю, не знаю. Может, как-то по-другому. Обливаем ее хорошенечко и убираем ее в сухари. Здесь у меня белая крошка от сухого хлеба белого, смешанная с панировочным сухарями. Вот так хорошенько обсыпаем. Берем обязательно в руки и прижимаем хорошенько. Потом ложим снова в яйцо. Обкатываем яйца и возвращаем в сухари. В сухарях уже опять ее все вваливаем хорошенько. И самое главное, хорошо берете в руки, посыпаете со всех сторон и прижимаете. Очень-очень хорошо прижимать главное. Вот такие котлетки у нас получились. Сейчас надо их как можно быстрее все обвалять, запанировать и убрать в морозилку, пока будем готовить фритюр и духовку. Старайтесь все делать быстро, чтобы масло у вас не подтаяло внутри. Если сделать вот такую двойную панировку, получится такая красивая, ровная, тоненькая корочка на котлете. Я вам покажу ее, когда разрежу котлету. Ну и плюс, конечно, больше гарантии, что ваше масло изнутри не высечится. Очень тяжело делать котлеты из замороженного филе. Я делала это первый раз, больше я этого делать не буду. Потому как идеально оно не размораживается, его надо заранее, конечно, готовить. Закончили мы с панировкой. У меня тут и крупные сухари и мелкие, потому что я добавила хлеб белый, сухой. Но мы так любим. И убираю в морозилку сейчас это все дело. И приеду чуть попозже, буду жарить. Я уже вернулась. Приготовила все, чтобы жарить. Сейчас нагревается фритюр. Затем я буду выкладывать вот на такую, у меня есть штучка такая с решеточкой. Буду выкладывать туда котлетки и включила уже духовочку, чтобы их поместить туда минут на 20 после. На температуру примерно у нас 396 градусов. Не знаю, сколько это. Градус 180, наверное. Вот. Сейчас начнем жарить, как только нагреется фритюр наш. Уже там что-то кружит, масло кружит, нагревается. Такие прикольные узоры в масле. Такие необычные ногти. Я никогда не делала желтый первый раз. Я готовлюсь опускать первую котлетку. Сделаем это вместе. Вот так вот он должен скворчать. Допустим сразу несколько. Будем по две жарить, чтобы было быстрее. Потому что я боюсь, если я третью положу, они будут очень долго обжариваться. Вот так это происходит. Две протестим. Если что, потом будем по три жарить. Надо быстренько переворачивать. Видите, донышко сприхватывается. Добавляем. 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 Вот такая красота у нас получилась. очень быстро они обжарились принципе фритюр остался такой же светленький вот сейчас я убираю их в духовочку на 15 минут примерно как только они сами котлетки закипят ну вот так за шкварчат тогда можно будет их вытаскивать ну я думаю примерно 15 минут так приступаем николька мне поможет сейчас разрезать это вкусняшку в общем вот такое чудо у нас получилось приятного всем аппетита кто будет кушать я тоже сейчас разложу все своим гавриком и мы тоже садимся ужинать